Здравствуйте и добро пожаловать! Меня зовут Карлос Кардейро, я сотрудник Intel, технический директор по беспроводным технологиям. Сегодня мы покажем кое-что особенное, то, что стало возможным лишь благодаря тесному сотрудничеству с нашими друзьями из Broadcom. И поэтому сегодня с нами особый гость – Виджей Нагараджан. Виджей – вице-президент подразделения беспроводной связи Broadcom. Рад вас видеть, Виджей. Как вы? Всё отлично, Карлос. Спасибо, что пригласили. Я рад. И думаю, что нам сегодня есть что показать. Это плод нашей совместной работы над Wi-Fi 7. Я в восторге. Это здорово, Виджей. А не могли бы вы рассказать о том, что Wi-Fi 7 нам предлагает? Знаете, прежде чем приступить к демонстрации, думаю, важно объяснить людям, почему Wi-Fi 7 – это прорыв. Во-первых, это второе поколение Wi-Fi, вовсю использующее полосу частот 6 ГГц. Во-вторых, он использует более широкую полосу пропускания канала в схемах модуляции более высокого порядка. А это повышает скорости. Он привнёс концепцию многоканальной работы, которая улучшает задержку и детерминизм, а также пропускную способность сети. Всё это вместе даёт нам две вещи. Во-первых, мультигигабитный широкополосный Wi-Fi в ваши дома. Ну а во-вторых, это отлично подойдёт для использования дополненной или виртуальной реальности. Если посмотреть на характеристики, мы увидим, что Wi-Fi 7 может увеличить пропускную способность сети более чем в пять раз. Что касается задержки сигнала, с Wi-Fi 7 мы наблюдали на два порядка меньшую задержку. А для устройств дополненной и виртуальной реальности это 15-кратное улучшение. Это потрясающе! Опыт использования будет просто блестящим для всех нас. Итак, Карлос, что у нас тут? VJ — это три образца для наглядной демонстрации преимуществ Wi-Fi 7. Два с Wi-Fi 6 и один с Wi-Fi 7. Первый образец Wi-Fi 6 в диапазоне 5 ГГц. И, как мы все знаем, в диапазоне 5 ГГц не так много каналов, как, например, сегодня у 6 ГГц. Так что мы практически используем каналы размеров не превышающих 80 МГц. И, как видите, максимальная скорость Wi-Fi 6 в 5 ГГц — это 1 ГБит в секунду. Затем у нас есть ноутбук с Wi-Fi 6 Е. Он использует уже 6 ГГц, обмениваясь данными с точкой доступа от Broadcom. И, как видим, увеличенная до 160 МГц ширина канала дает вдвое большую скорость, чем 5 ГГц. И это 2 ГБит в секунду. И, наконец, долгожданная демонстрация Wi-Fi 7. Это ноутбук с поддержкой Wi-Fi 7, подключенный к трехдиапазонной точке доступа Broadcom. И мы видим скорость 5 ГБит в секунду по воздуху, и это без проводов в Wi-J. Это в 5 раз быстрее первого образца с Wi-Fi 6 в 5 ГГц. И в 2,5 раза быстрее 6 ГГц. Это беспрецедентно. Подобная демонстрация межвендорной совместимости ноутбука и точки доступа. Wi-J, что все это нам дает? Это поразительно, Карлос. Во-первых, я впечатлен тем, что две команды смогли добиться этих 5 ГБит в секунду. С моей точки зрения, эти 5 ГБит не просто скорость для одного лишь ноутбука. Это показывает, как многогигабитная широкополосная связь приходит в ваши дома во все устройства. Как с этим ноутбуком. Просто поразительно. И, во-вторых, я бы хотел немного поговорить о нашем сотрудничестве. Думаю, чтобы мы осознали ценность и преимущество Wi-Fi 7, важно, чтобы была создана экосистема. В первую очередь, для инноваций. И во-вторых, чтобы убедиться, что они взаимодействуют друг с другом. И наличие динамичной, совместимой экосистемы чрезвычайно важно для распространения Wi-Fi 7. Для этого мы и сотрудничаем, демонстрируем и будем демонстрировать. Я очень рад. Это верный путь для Wi-Fi 7. Ви-Джей, не могу не согласиться. Это и есть пример сотрудничества с целью создать лучший пользовательский опыт. То, что делаем мы и Broadcom, это лучшее, что можно сделать на этом рынке. В заключение, хочу сказать, что это точно прогремит. Это лишь первая демонстрация. Мы, Broadcom и Intel, будем работать над другими, показывая другие функции Wi-Fi 7. Я хочу поблагодарить вас, Ви-Джей. Спасибо, что пришли. Спасибо за сотрудничество. И давайте создавать потрясающие технологии для новых пользователей. Еще раз спасибо. Спасибо, Карлос. И спасибо всем остальным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok